Толкование на первое соборное послание святаго апостола Иоанна Глава 4, стихи 1, 3 Возлюбленные, не всякому духу верите, но испытывайте духов, от Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и Духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь и есть уже в мире. Разъяснив учение о любви к ближнему, указав в этой любви признак пребывания духа, которого мы получили, Апостол теперь присовокупляет признак для развлечения истинных братьев и ближних, дабы мы, имея в виду это различие по поводу заповедей о любви, не вошли в близкие сношения с лже-братьями, лже-апостолами и лже-пророками, и тем не причинили себе великого вреда. Ибо, имея общение с ними, как с единонравными, мы, во-первых, повредим самим себе, без опасения сообщая учение веры нечестивым и повергая святыню псам. Потом повредим тем, которые преданы нам. Ибо любовь наша к лже-братьям, лже-апостолам и лже-пророкам многих расположит принимать их за учителей и без осторожности верить их учению. Причем они вдадутся в обман из нашего обращения с ними. Какой же признак их? Всякий дух, то есть всякий, носящий звание пророка или апостола, который исповедует Господа Иисуса, пришедшего во плоти, есть от Бога. А который не исповедует этого, тот не есть от Бога. Но это дух антихриста, что вы и слышали. Когда? Тогда, когда я, апостол, немного выше говорил, что в мире теперь появилось много антихристов, то есть предтечий антихриста. А исповедание пришествия Христова во плоти должно совершаться не на языке только, но и в делах. Как говорит блаженный Павел, всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашим. Второе послание к Коринфянам святого апостола Павла, глава 4, стих 10. Итак, кто имеет в себе Иисуса действующего, умер для мира, живет уже не для мира, но для Христа, и носит его не только в Христовой плоти, но и в своей собственной, тот есть от Бога. А кто живет не для Христа, но для самого себя и для мира, то есть для удовольствий мирских, тот не от Бога. Посему Павел и говорит опять, «Если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла, глава 3, стих 3. «Поступающий по обычаю человеческому не имеет Духа Христова, а кто не имеет Духа Христова, то есть не живет по учению Христову, тот не есть Христов». Дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, уже в мире. Апостол говорит, что Антихрист уже в мире. Разумеется, не самолично, а в лице лжепророков, лжепостолов и еретиков, предваряющих и приготовляющих его пришествие. А сам Антихрист будет человек, носящий в себе сатану, превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, почему и запретит служить им, а себя одного будет выдавать за Бога. Апостол разумел под святынью христианство. Здесь смотрим второе послание к фессалоникийцам святого апостола Павла, главу 2, стих 4. Стихи 4, 6. «Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас». Выше апостол указал признак для узнавания пророков и апостолов Господних. Теперь прибавляет. Вы, будучи детьми Божьими, победили их, то есть лже-пророков. Почему? Потому что Бог, кто в вас, больше того, кто в мире, по духу которого решили жить лже-пророки. Потом дает им еще другой признак для узнания лжи пророков в том, что немало печалило простецов из самих верных. Некоторые из них, естественно, могли скорбеть, видя, что тех многие принимают весьма усердно, а их презирают. Апостол и говорит, «Не скорбите, если многие вас презирают, а их принимают, ибо подобные стремятся к подобному». Они от мира и говорят мирское, то есть учат плотским пожеланиям. Почему и слушатели имеют таких же, то есть развратные развратных. А мы, будучи от Бога и удалившись от мирских похотей, становимся для них неприятными. Нас же слушает тот, кто живет целомудренно и посему знает Бога и готов слушать нас. Об этом и Христос говорит. Кто имеет уши слышать, да слышит. Вспомним Евангелие от Матфея, главу 11, стих 15. То есть Он свидетельствует, что тот имеет уши, кто приготовился слушать с покорностью. Далее стихи 6, 10. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Высший апостол показал, с кем нужно обращаться и с кем не нужно. Теперь как бы прилагает печать к сказанному. Посему-то узнаем, кто имеет духа истины и кто духа заблуждения, лжепророчества. Зосим опять начинает речь о любви. Показав, что нужно любить некоторых, именно единонравных, возвращается к тому, что говорил вначале. Говорит, что любовь и любящий от Бога, что любящий один, только он рожден от Бога и знает Бога, а не имеющий любви не знает и Бога. Отчего же тот, кто не любит, не познал Бога? Это подтверждает следующим образом. Бог есть любовь. Это видно из того, что Он послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы Он доставил нам истинную жизнь, и мы ожили через Него. Ибо как благостью называется Бог, потому что по благости создал мир мысленный и чувственный, так и из любви к нам, послав Единородного Сына Своего в мир, показал через сие, что Он есть и любовь. Посему и прибавляет в том любовь, то есть им и доказывается, что Бог есть любовь. Потом, показывая превосходство любви Божией, говорит, Бог сделал это, то есть предал за нас собственного Сына Своего, не потому что мы любили Его, но первый начал благодетельствовать нам по любви и послал Сына Своего. И не только послал, но и собственной Его кровью соделал очищение наших грехов. Если же, говорит, Бог так возлюбил нас, хотя мы отнюдь не одинаковые с Ним природы, то гораздо более мы должны любить сродных нам и, узнав превосходство любви, оказывать ее другим. Ибо как виновен тот, кто не избирает достойное избрание, так похвала принадлежит тем, которые любят достойных любви, потому что они возлюблены. Мы же, расположив себя так, имеем то и другое. Мы и любимы, потому что нас любит и воспринял к себе в дети Бог. Мы и любящи, потому что любим ближних. Стихи 11-14. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. И любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Мы и прежде замечали, что у блаженного Иоанна в обычае повторять одно и то же об одном и том же. Так Он и теперь поступает. Бога, говорит, никто никогда не видел. Говоря о любви к братьям, Он в пример любви указал Бога, который по любви к нам предал единородного Сына Своего на смерть. И Ноев, выслушав сие, мог спросить, на каком же основании говоришь ты о предметах невидимых? В ответ на такой вопрос он говорит, я и сам говорю тоже, что Бога никто никогда не видел. Но из любви друг к другу мы узнаем, что Бог есть в нас. И говорит это справедливо, потому что многие невидимые для нас предметы мы познаем из их действий. Например, души никто не видал. Но из действий и движений мы убеждаемся, что она есть в нас и действует. Так и любовь Божия к нам мы узнаем через некоторые движения и действия. Если в этом нет ничего несообразного, то и сей Божественный муж действием и доказывает, что Бог в нас пребывает. Какое же это действие? Чистая любовь к ближним нашим. Она есть признак нашего пребывания в нем и его в нас. И потому еще, что он дал нам от Духа своего. Ибо чистый рождает чистое и непорочное. И так как через чистую любовь мы имеем общение с ним, то отсюда мы, видевшие его по плоти, познали и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Чтобы совершенне утвердить нас в таком нашем познании, Он и Сам давал объяснение о Своем лице. Иногда говорил, «Я ишел от Отца и пришел в мир». То есть, Отец за любовь к нам послал с неба в мир Единородного Сына Своего. Иногда еще я с ней говорил, «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякой верующей в Него не погиб. И еще, «Я пришел не судить мир, но спасти мир». И так мы и сами видели, и от Единородного, который сущий в недре отчим слышали, и из действия взаимной любви познаем, что Бог в нас. дал нам от Духа Своего, и мы в общении с Ним. Стихи 15-16. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Это относится к сказанному выше, всякий дух, который исповедует Господа Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Апостол достаточно доказал, что верующие суть дети Божии, и что Бог в них пребывает, а доказал это любовью друг к другу, потому что дан им Дух Святый. После сего и возвращается к помянутой речи и говорит, кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, потому что, как выше сказано, всякий дух, исповедующий Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. Этими словами апостол выражает и другую истину. Те, которые так исповедуют и имеют в себе пребывающего Духа, то есть Бога, и сами пребывают в Боге. Каким образом? Через любовь друг к другу. А вспомнив о любви, он повторяет все высказанное им о любви, для того, чтобы более утвердить учение о любви. Стихи 17-19 Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Бог есть свет, и святые Его по изречению Евангелия суть свет мира, и чужды страха мучения, потому что исполнены любовью к Богу. Хочу, апостол, чтобы вы усовершились в любви так, чтобы в день суда нам иметь дерзновение перед Богом, потому что и Он есть судья по собственному Его изречению. Отец не судит никого, но всякий суд отдал сыну. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 22. И что наше дерзновение будет перед Богом в очеловечившемся, апостол выразил в словах, потому что поступаем в мире всем, как Он. То есть, когда уже доказали, что Бог в нас, и мы в Нем, то мы сами себе свидетели о совершенстве любви. Как Он в мире был непорочен и чист, почему и говорил, идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего, Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 30, так и мы будем в Боге и Бог в нас. Если Он есть Учитель и Податель нашей чистоты, то мы должны носить Его в мире чисто и непорочно, всегда нося в теле своем мертвость Его. Снова вспомним второе послание Коринфянам святого апостола Павла, главу 4, стих 10. Если будем так жить, то будем иметь дерзновение перед Ним, и будем свободны от всякого страха, ибо, достигнув добрыми делами совершенства любви, будем далеки от страха. В подтверждение сего прибавляет следующее. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Какой же страх? Говорит, что страх мучения, ибо можно иного любить и по страху наказания, но такой страх не свойствен совершенной любви. Сказав это о совершенной любви, обязательно говорит, что мы должны любить Бога, потому что Он прежде возлюбил нас, и так как Он прежде сотворил нам благо, то мы тем усерднее должны принуждать себя к воздаянию за полное. Основываясь на словах Давида, «Бойте с Господа все святые его, ибо нет скудости у боящихся его», Псалом 33 стих 10, Инея спросит, «Как теперь Иоанн говорит, что совершенная любовь изгоняет страх? Неужели святые Божии так несовершенны в любви, что им заповедуется бояться?» Отвечаем, «Страх двоякого рода». Один предначинательный, которому примешивается мучение. Человек, совершивший худые дела, приступает к Богу с боязнью и приступает для того, чтобы не быть наказанным. Это страх предначинательный. Другой страх совершенный. Этот страх свободен от такой боязни, почему и называется «чистым и пребывающим в век века». Смотрим Псалом 18, стих 10. Что же это за страх и почему он совершенный? Потому что имеющий его совершенно восхищен любовью и всячески старается о том, чтобы у него ничего не недоставало такого, что сильнолюбящий должен сделать для любимого. В страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Под страхом здесь, разумеется, страх предначинательный. Кто искренне любит Бога, тот творит угодное ему не по страху наказания, а по влечению к добродетели и по любви к Богу, не ограждая себя даже законным страхом, заключающимся в любви к хорошему. И тот страх, который делает что-нибудь для того, чтобы не подпасть наказанию, тождествен с первым страхом. Посему и прибавлено, в страхе есть мучение. Стихи 20-21. Кто говорит, «Я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Выше апостол с настойчивостью доказал, что любовь должна быть взаимной, переходящей от Бога к нам и от нас к Богу. Присовокупил к всему, что если Бог так возлюбил нас, то и мы должны любить друг друга. Теперь снова возводит речь к тому же и говорит, «Так как на нас лежит долг любить брата по примеру любви Бога к нам, и, воздавая любовью Богу, мы удовлетворяем этому долгу, то нам непременно должны любить брата для совершеннейшего доказательства любви к Богу. Ибо если этого не будет, то не сохранится и любовь наша к Богу, так как будет нарушен долг по отношению к ближним, долг, вытекающий из любви к Богу». Прибавляет еще более сильное слово на обличение тех, которые хотят извращать божественную любовь. Апостол говорит как бы так, любовь очевидно образуется через обращение друг с другом. Обращение же предполагает, что человек видит своего брата, и по обращению с ним еще более привязывается к нему любовью, ибо виденье весьма много привлекает к любви. Если же так, то кто ни во что ставит гораздо более влекущий к любви, не любит брата, которого видел, как может быть признан истинным, когда говорит, что любит Бога, которого не видел, который не в обращении с ним и не объемлится никаким чувством. Если кто-нибудь бесстыдно будет говорить, что Бога любит, а брата ненавидит, тот, извращая божественную любовь, оказывается сверхсего и преступником следующей его заповеди. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 35. «Посему, кто любит Бога и старается быть его учеником, тот по заповеди его любит и брата своего». Блаженный феофилакт, архиепископ болгарский, благовестник. Толкование на Евангелие от Иоанна. Стихи 24-25 «Сей ученик и свидетельствует осем, и написал сие, и знаем, что истина свидетельства его». Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь. Из прочих евангелистов ни один не свидетельствовал сам о себе. Говорят, что он после всех приступил к написанию Евангелия, быв подвигнут и возбужден к тому Христом. Потому-то он постоянно упоминает о любви его к себе, показывая причины по которой приступил к написанию, и что Христос поручил это дело тому, которого он любил более прочих. И я знаю, что он говорит истину, то есть, что я написал, то написал с полной уверенностью, так как я был при всем, при делах и словах, при страданиях и обстоятельствах по воскресению. Посему смело я о самом себе говорю, что я истинен, и вызываю рассмотреть и исследовать каждое в отдельности событие. У нас, когда мы совершенно уверены в истине, есть обыкновение не отказываться от собственного о том свидетельства. Так и апостолы говорили, свидетели ему всем мы и дух святый, которого Бог дал повинующимся ему. Деяние святых апостолов, глава 5, стих 32. Откуда же видно, что я говорю истину, а не в угоду учителю? Из того уже, что я многое оставил, видно, что я не хотел угождать ему, ибо я выставил на вид все укоризненное, не скрыв и того, что его называли беззаконником и обманщиком, и даже бесноватым. Очевидно, я не старался угодить ему, ибо кто льстит, тот поступает напротив, позорно и опускает, а выставляет на вид достославное. Не удивляйся сказанному, что если бы писать книги о делах Иисуса, то не вместил бы их мир, но по мысли о неизреченной силе Бога слова и сказанной прими с верой, ибо как для нас легко говорить, так для него легко и даже гораздо легче творить, что ему угодно. Некоторые же говорят, что это по обычаю писание сказано гиперболически, ибо у писания в обычае употреблять гиперболы. Например, мы видели города, досягающие до неба, мы видели мужей и были пред ними как саранча и тому подобное, смотрим числа. В таком же, дескать, смысле и здесь сказано, что мир не мог бы вместить написанных книг. Иначе под миром разумеют человека, мудрствующего мирское. Дела же божественные и таинственные, совершенные Иисусом в мире невидимом и видимом и в домостроительстве последнего времени, которое исполнено тайн, человек мирской не может понять. По сказанному многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Но будем молиться, чтобы дела и слова Господа никогда не приходили у нас в забвение, но чтобы нам всегда раскрывать сию книгу возлюбленного и изыскывать сокровища, заключающиеся в чудесах и учении Иисуса, чтобы нам, очистившись в слове и жизни, в день откровения удостоиться неизреченнейших дел и тайн, которых, ныне находясь в мире, мы не можем вместить. И соделаться совершенными в самом Христе, возлюбившем нас, и через возлюбленного своего ученика, просветившим нас богословием и познанием Его Сына и Отца и Святаго Духа, Которому слава вовеки. Аминь. В то время как воины разделяли между собой одежды, сам распятый поручает матерь свою ученику, научая нас всячески заботиться до последнего издыхания о наших родителях. Таким образом, когда она неблаговременно беспокоила его, он говорил, «Что мне и тебе, жену?» Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 4, «И кто матерь моя?» Евангелие от Матфея, глава 12, стих 48, «А теперь выказывает величайшую любовь к ней и поручает ее по печенью ученика, которого любил». Стих 26. Иоанн опять скрывает свое имя по скромности. Если бы он хотел хвалиться, то непременно представил бы и причину, по которой был любим, так как этой причиной, конечно, было что-нибудь великое и дивное. Но почему Христос ни о чем другом не беседует с Иоанном и не утешает его в скорби? Потому что не было времени для слов утешения. А с другой стороны, немаловажно было уже и то, что он почтен был столь великою честью и получил такую награду за свое постоянство. Но ты заметь, с каким душевным спокойствием Христос все делал в то время, когда распятый висел на кресте, с учеником беседовал о своей матери, исполнял пророчества, разбойнику подавал добрые надежды, между тем, как прежде распятия мы видим его в поте, душевном томлении и страхе. Что же это значит? Тут нет ничего непонятного, ничего неясного. Там обнаруживалась немощь естества, а здесь открывалось величие силы. С другой стороны, тем и другим Христос научает нас, что и мы, хотя и смущаемся пред наступлением бедствий, тем не менее, не должны уклоняться от них, и что выступив на подвиг, мы должны все считать легким и удобным. Итак, не будем трепетать смерти. Правда, душа по самой природе имеет любовь к жизни, однако же от нас зависит или разрешить эти узы души и ослабить это стремление к жизни, или скрепить и усилить. Как мы, хотя имеем вожделение к плотскому совокуплению, тем не менее, когда любомудрствуем, ослабляем силу похоти, так точно бывает и с любовью к жизни. Как вожделение плотское Бог вложил в нас для деторождения, с тем, чтобы сохранить преемство в нашем роде, а не для того, чтобы воспрепятствовать шествованию высшим путем воздержания, так и любовь к жизни он все ил в нас для того, чтобы отвратить нас от самоубийства, а не для того, чтобы воспретить нам презирать настоящую жизнь. Зная это, мы должны соблюдать меру. И с одной стороны, никогда не должны сами собой идти на смерть, хотя бы нас угнетали бесчисленные бедствия, а с другой, не должны уклоняться и отказываться от нее, когда нас влекут на смерть за богоугодные дела, но смело идти на смерть, предпочитая будущую жизнь настоящей. При кресте стояли жены, стих 25. Немощнейший пол явился тогда наиболее мужественным. Так все переменилось. Христос, поручая матерь свою ученику, говорит, «Се сын твой», стих 26. О, какую великую честью он почтил своего ученика, так как сам уже отходил, то и поручил на попечение ученику. Как мать, она, естественно, скорбела и искала покровительства, а потому он справедливо вручает ее возлюбленному ученику и говорит ему «Се матерь твоя», стих 27. Это он сказал с тем, чтобы соединить их взаимной любовью. Ученик так и понял и потому взял ее к себе, стих 27. Но почему Христос не упомянул ни о какой другой жене, хотя и другие стояли при кресте? Чтобы научить нас оказывать предпочтение своим матерям. Действительно, как в таком случае, родители препятствуют в делах духовных, не должны знать их? Так, напротив, когда они нисколько в том не препятствуют, им надо воздавать все должное и предпочитать их всем другим людям за то, что они нас родили, за то, что воспитали, за то, что понесли из-за нас множество трудов и горя. Этим Христос заграждает уста и бесстыдству Маркионову. В самом деле, если он не родился по плоти и не имел матери, то почему он только о ней одной показывает столь великое попечение? После того Иисус, зная, что уже все совершилось, стих 28, то есть, что не остается уже ничего неисполненного в плане домостроительства Божия, так во всех случаях он старался показать, что смерть его необыкновенная, потому что все зависело от власти умирающего, и смерть приступила к телу его не прежде того, как сам он восхотел, а он восхотел тогда, как все уже исполнилось. Потому то он и говорил, имею власть отдать жизнь мою, и власть имею опять принять ее. Глава 10, стих 18. Итак, зная, что все уже исполнилось, Христос говорит «жажду» стих 28. И в этом случае опять исполняет пророчество. Но ты помысли о злодействе, стоящих при кресте. Ведь мы хотя бы имели бесчисленное множество врагов, хотя бы испытали от них нестерпимые обиды, мы плачем от жалости, когда видим, что их умерщвляют. А враги Христа и при этом не примирились с ним и не смягчились, смотря на его страдания, но еще больше ожесточились и увеличивали насмешки. И, поднесши уксус губою, напоили его так, как обыкновенно напояют преступников, для чего и была при них трость. Когда же вкусил уксуса, сказал, совершилось. Стих 30. Видишь, как он все делал без смущения и совласти. Это же видно и из дальнейшего. Когда все уже совершилось, Христос, преклонив главу, так как она не была пригвождена, предал дух. Стих 30. То есть испустил дыхание. Обыкновенно испускают дух не после преклонения головы, но здесь было напротив. Христос преклонил голову не тогда, когда уже испустил дух, как обыкновенно бывает с нами, но тогда испустил дух, когда преклонил голову. Всем этим евангелист показал, что Он Господь всего мира. Между тем иудеи, пожирающие верблюда и отцеживающие комаров Евангелие от Матфея глава 23 стих 24 совершив столь великое злодеяние, опять выказывают особенную заботливость о дне, так как тогда была пятница, то дабы не оставить тел на кресте в субботу просили Пилата, чтобы перебить у них голени. Стих 31 Видишь, как могущественно истина, о чем они так ревностно стараются, через то самое исполняется пророчество, избывается новое, бывшее им предсказание. В самом деле, когда воины пришли, то у других перебили голени, а у Христа не перебили, но в угождение иудеям пронзили копьем ребра его и таким образом поругались даже над мертвым его телом. Какое гнусное и отвратительное злодеяние. Но не смущайся, возлюбленный, и не унывай. Что они делали с злым намерением, то самое содействовало к утверждению истины. Об этом именно было пророчество, которое говорит возрядно того, которого пронзили. Стих 37. Кроме того, это злодеяние послужило основанием веры для тех, которые впоследствии имели не веровать, например, для Фомы и подобных ему. А вместе с тем тут совершилось и неизреченное таинство «Тотчас истекла кровь и вода». Стих 34. Не без значения и не случайно истекли эти источники, но потому, что из того и другого составлена церковь. Это знают посвященные в таинство. Водою они возрождаются, а кровью и плотью питаются. Так отсюда получают свое начало таинства. И потому, когда ты приступаешь к страшной чаше, приступай так, как бы ты пил от самого ребра. И видевший это засвидетельствовал и истинно свидетельство его. Стих 35. То есть я не от других слышал, но сам был при том и видел и свидетельство истинно. И это справедливо, потому что он повествует о поношении, какому подвергся Христос, а не о чем-нибудь великом и чудном, из-за чего бы ты мог заподозрить его слово. Он подробно рассказывает о случившемся, чтобы заградить уста еретикам и предвозвестить будущие таинства, созерцая заключающиеся в них сокровища. При этом исполняется и другое пророчество, именно «кость его да не сокрушится» стих 36. Хотя это сказано было об агнце иудейском, но в прообразе так было наперед ради истины, и совершение это исполнилось в настоящем случае. Потому то евангелист и представил на вид слова пророка, так как непрестанно указывая на собственное свое свидетельство он мог показаться недостойным веры, то он представляет во свидетеле Моисея, говоря, что и это совершилось не случайно, но уже из древли было преднаписано. Вот это именно и значит слова «кость его да не сокрушится». С другой стороны, своим свидетельством он подтверждает слова пророка. «Я», говорит, «сказал об этом для того, чтобы вы узнали, что между прообразом и истиной находится большое сходство. Видишь, сколько он употребляет старания, чтобы уверить в том, что кажется позорным и, по-видимому, наносит бесчестие. Подлинно то обстоятельство, что воин поругался даже над мертвым телом, было гораздо хуже самого распятия. однако же «я», говорит, «и об этом сказал и сказал с великим тчанием, дабы вы поверили». Стих 35. Итак, пусть никто не отказывается веровать, пусть никто не стыдится и не причиняет чрезто вреда нашим делам. То, что кажется особенно позорным, то именно и составляет наше драгоценнейшее благо. После сего пришед Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, стих 38. Не из числа двенадцати, но, может быть, из числа семидесяти. Полагая, что, наконец, крест укротил неистовство иудеев, последователи Христовы безбоязненно приходят и заботятся о погребении. Иосиф, представ предпилата, просит у него позволения, и тот позволяет. Да и почему бы он мог не позволить? В деле Иосифа принимает участие и Никодим, и они совершают великолепное погребение, потому что все еще думали о Христе, как о простом человеке. Они приносят такие ароматы, которые преимущественно имели силу надолго сохранять тело и не давать ему скоро предаться тлению. Это показывает, что они не представляли о Христе ничего великого. Тем не менее, однако же, в этом видна их великая любовь к Нему. Но почему не пришел никто из двенадцати, ни Иоанн, ни Петр, ни другой кто из значительных? Евангелист не скрывает и этого. Быть может, кто-нибудь скажет, они побоялись иудеев. Но и те, Иосиф и Никодим, также одержимы были страхом. Об Иосифе именно сказано, что он был тайный из страха от иудеев. Стих 38. Итак, нельзя сказать, что он сделал это потому, что совершенно пренебрегал иудеями. Нет, и он боялся, и однако же пришел. А Иоанн, хотя присутствовал при кресте и видел кончину Христову, не сделал ничего подобного. Что ж это значит? Мне кажется, что Иосиф был из числа людей весьма знаменитых, как это видно и из самого погребения, и что он был известен Пилату, потому-то он и получил дозволение, и он погребает его уже не как преступника, но по обычаю иудейскому великолепно, как человека великого и славного. Но как у них немного оставалось времени, смерть Христова последовала в девятом часу, и потому естественно, что пока они ходили к Пилату и пока снимали тело с креста, наступил уже вечер, когда нельзя было заниматься работой, то они полагают его в ближайшую гробницу. Устроилось так, что Христос положен был в новом гробе, в котором никто прежде не был положен, чтобы воскресение не могло быть приписано кому-нибудь другому вместе с ним лежащим, чтобы ученики поблизости этого места легко могли прийти и быть зрителями случившегося, и чтобы свидетелями погребения были не только они, но и враги. То, что положены были печати на гробе и приставлено стражей из воинов, это действительно с их стороны было свидетельством погребения, так как Христос хотел, чтобы и погребение его было не менее достоверно, чем воскресение. Потому-то и ученики ревностно стараются доказать, что он действительно умер. Воскресение его имело быть подтверждаемо всем последующим временем. Между тем, если бы смерть его в то время была сокрыта и не сделалась совершенно известную, то это могло бы повредить слову о воскресении. Впрочем, не поэтому только совершилось то, что Христос был близко положен, но и для того, чтобы обнаружилась лживость молвы о похищении его тела. В первый же день недели, то есть в день воскресный, Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Глава 20, стих 1. Христос воскрес в то время, как лежали печати и камень. Но так как надобно было, чтобы и другие совершенно убедились, то гроб после его воскресения отверзается, и таким образом это событие становится достоверным. Это именно привело в волнение и Марии. Пламенея самую нежную любовью к Учителю, она, как только минула суббота, не могла оставаться в покое, но пошла в глубокое утро, желая от места получить какое-нибудь утешение. Когда она увидела это место и камень отваленный, то не вошла и не посмотрела в гроб, но, побужденная сильной любовью, побежала к ученикам. Она заботилась о том, чтобы как можно скорее узнать, что случилось с телом, а это именно указывает и бегство ее. Это же означают и ее слова «Унесли», говорит она «Господа из гроба и не знаем, где положили его», стих 2. Видишь, что она еще ничего ясно не знала о воскресении, но думала, что перенесено тело и без всякого притворства о всем объявляет ученикам. но евангелист не отнял у этой жены принадлежащей ей великой похвалы и не счел для себя стыдом того, что ученики от нее первой узнали о воскресении, так как она бодрствовала целую ночь. Так во всех случаях блистает истинно любивый его нрав. Когда же она пришла и сказала об этом, ученики, выслушав ее, поспешно приходят ко гробу и видят лежащие пелены, а это было знаком воскресения. В самом деле, если бы кто перенес тело, то сделал бы это, не обнажая его, равно как если бы кто украл его, то не стал бы заботиться о том, чтобы снять сударь, свить его и положить на другом месте, но как, взял бы тело в том виде, в каком оно лежало. Потому-то евангелист предварительно и сказал, что при погребении Христа употреблено было много смирной, которая не хуже свинца приклеивает пелены к телу. Итак, когда ты слышишь, что головные повязки лежали отдельно, не верь тем, которые говорят, будто украдены. Вор не был бы так глуп, чтобы стал столько заботиться о предмете совершенно излишним. В самом деле, для чего ему было оставлять погребальные пелены? Да и как бы он мог скрыться, если бы стал делать это? Естественно, ему нужно было и тратить на это много времени, а если бы он замедлил, то был бы пойман. Но для чего отдельно лежат пелены, а отдельно плат свитой? Для того, чтобы ты знал, что это сделано без торопливости и без смущения, так как отдельно положено одно, и отдельно положено и свита другое. Поэтому-то ученики и поверили воскресенье. И когда впоследствии Христос является им, они уже убеждены были тем, что видели. Заметьте здесь, как далек евангелист от хвостовства и как он свидетельствует о тщательности исследования Петрова. Сам он, предварив Петра и увидев лежащие пелены, ничего более не исследует, но удаляется. А пламенный Петр вошел внутрь гроба, рассмотрел все с тщательностью и, увидев нечто более, пригласил и его посмотреть. Войдя во гроб после Петра, Иоанн увидел погребальные пелены, лежащими отдельно, одни от других. А то, что они были разделены и одни положены в одном месте, а другие свитые в другом, показывало, что это сделано кем-то с заботливостью, а не как-нибудь не в смущении. И ты, когда слышишь, что Христос воскрес нагим перестань безумно тратиться на погребение. Что в самом деле значат эти излишние и бесполезные издержки? Погребающим они причиняют большой убыток, а умершему не приносят никакой пользы, если сказать правду, даже вредны. Роскошные похороны неоднократно бывали причиной разграбления могил и производили то, что погребенный некогда со всею изысканностью лежал потом ногой и без погребения. Но отче славы! Какую великую власть оно обнаруживает среди самого плача? До какого безумия доводит оно? Многие в отвращении грабежа раздирают тонкие погребальные пелены и наполняют их множеством ароматов, чтобы вдвойне сделать их бесполезными для похитителей и таким образом предают земле? Не безумие ли это? Не помешательство ли это ума выказывать великолепие и в то же время уничтожать его? Нет, скажешь, мы придумываем все это для того, чтобы безопасно лежали на мертвеце? Что же, если не возьмут их воры, то не съедят ли их моль и черви? А если не съедят моли черви, то не истребит ли время и тление? Но положим, что ни воры, ни моль, ни черви, ни время, ни другое, что не истребят вещей, положенных в могилу. Положим, что и тело останется неповрежденным до самого воскресения, и все те вещи сохранятся новыми, прочными и тонкими. Какая от этого польза для отшедших, когда тело восстанет и не принесут нам никакой пользы во время будущих истязаний. Но почему же, скажешь, так было при погребении Христовом? Тебе вовсе не следует сравнивать погребение Христово с погребениями человеческими. Там было и то, что блудница излияла мира на святые ноги его. Впрочем, если и об этом надо сказать что-нибудь, то, во-первых, это было сделано людьми, которые не знали учения о воскресении. Потому то и говорится, как обыкновенно погребают иудеи. Глава 19 стих 40. Ведь не из числа двенадцати были те, которые почтили Иисуса погребением, но то были те, которые не весьма высоко ценили его. Двенадцать не так его почтили, но своей смертью, преданием себя на заклание и перенесением за него разных напастей. Правда и то была честь, но гораздо ниже этой, о которой я сейчас сказал. С другой стороны, у нас, как я уже сказал, теперь речь о людях, а тогда все это сделано было для Господа. А чтобы ты знал, что Христос нисколько не желал этого, послушай, что Он сказал. «Вы видели меня алчущим и напитали, жаждущим и напоили, нагим и одели» Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 35 по 39, но нигде не сказал «умершим и погребли». Я это говорю не с тем, чтобы истребить обычай погребения, нет, но с тем, чтобы пресечь роскошь и неуместное великолепие. К этому, скажешь, располагает скорбь и печаль и сострадание к умершему, нет. Это происходит не от сострадания к умершему, но от тщеславия. Если же ты хочешь оказать соболезнование к умершему, я укажу тебе иной способ погребения и научу тебя облекать его в такие одежды, которые восстанут с ним и представят его в блистательном виде. Эти одежды ни молью не истребляются, ни временем не разрушаются, ни ворами не похищаются. Какие же это одежды? Это одеяние милостыни. Эта одежда восстает вместе с умершим, потому что печать милостыни навсегда остается с ним. Этими-то одеждами будут блистать те, которые тогда услышат «Вы напитали меня, когда я алкал». Эти одежды делают умерших славными, знаменитыми и безопасными, а одежды нынешние — ничто иное, как пища моли и трапеза червей. И это я говорю не потому, чтобы запрещал иметь попечение об умерших, но для того, чтобы вы делали это с умеренностью, прикрывали лишь тело и не предавали его земле на гимн. Если живым не следует иметь ничего больше, как только покров тела, то тем более умершим, потому что мертвое тело не столько нуждается в одеждах, сколько живое и дышащее. Пока мы живем, нам нужно одеяние и по причине холода, и для благоприличия, а коль скоро мы умерли, у нас нет этих нужд, и только для того, чтобы тело не лежало на гимн, нам нужны погребальные пелены. Самые же лучшие у нас погребальные пелены это земля, покрывало прекраснейшее и самое приличное нашему земному телу. Итак, если теперь, когда у нас столько нужд, не надо б наискать ничего излишнего, то тем более неуместна пышность тогда, когда нет таких нужд. шестое. Но люди, скажешь, которые увидят это, станут смеяться. Если бы и стал кто смеяться, на того, очевидно, не следует обращать большого внимания, как на человека совершенно глупого. Многие напротив, скорее будут удивляться нам и восхвалять наше любомудрие. Не это достойно смеха, но то, что мы теперь делаем, когда плачем, рыдаем и как бы погребаем себя с умершими, вот что достойно и смеха, и наказания. А любомудрие во всем этом, равно как и соблюдение умеренности в одеждах, доставляет нам венцы и похвалы. В этом случае все нас восхвалят, подивятся силе Христовой и скажут, о, как велика сила распятого. Он убедил смертных и тленных, что смертней есть смерть, и вот они поступают так, как будто они не умирают, но переселяются в лучшую страну. Он убедил их, что это тленное и земное тело облечется в одежду гораздо блистательнейшую шелковых и злототканых одежды, облечется в нетлении, и потому они немного заботятся о похоронах, но считают самым лучшим погребальным украшением добродетельную жизнь. Так все будут говорить о нас, когда увидят нас любомудрствующими. Если же увидят, что мы терзаемся скорбью, молодушествуем и окружаем себя хором рыдающих женщин, то будут смеяться и издеваться над нами, и тысячу раз осудят нас, укоряя за безрассудную трату и напрасный труд, и мы слышим, что за это действительно все осуждают нас, и весьма справедливо. В самом деле, какое мы будем иметь извинение, когда тело наше, истребляемое тлением и червями, украшаем, а Христа, жаждущего, нагого истранника, презираем? Отстанем же от этой суетной заботы. Будем погребать умерших так, чтобы это полезно было и нам, и им, к славе Божией. Будем раздавать за них обильную милостыню и припровождать их с этим прекраснейшим напутствием. Если память скончавшихся знаменитых мужей защищала живых, как говорит Господь, я буду охранять город сей ради себя и ради Давида, раба моего. Четвертая книга Царств, глава 19, стих 34-й, то тем более сделает это милостыней. Она, именно она и мертвых воскрешала, когда окружили Петра вдовице, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними. Деяние святых апостолов, глава 9, стих 39-й. Итак, когда кто будет умирать, пусть родственники умирающего приготовляют для него погребальное одеяние и пусть убеждают его предкончиную оставить что-нибудь бедным. Пусть с этой одеждой он отойдет, пусть и Христа оставят своим наследникам. Если те, которые назначают по себе наследниками царей, оставляют чресто в величайшей безопасности своих родных, то представь себе, какое приобретает благоволение и себе и всем своим тот, кто вместе с детьми оставит своим наследником и Христа. Вот прекрасное одеяние для умерших. Оно полезно как остающимся в живых, так и отходящим. Если в таком виде мы будем погребены, то явимся блистательными во время воскресения. А если, заботясь о теле, пренебрежем душу, то потерпим тогда много бед и подвергнемся великому осмеянию. Немалый стыд отойти отсюда без добродетели. Не столько позорно для тела быть поверженным без погребения, сколько для души явиться туда без добрых дел. И так станем одевать душу, станем убирать ее в продолжение всей нашей жизни, если же при жизни мы не родили о ней, образумимся по крайней мере при смерти и завещаем сродникам нашим помочь нам по смерти милостыни. При таком взаимном содействии друг другу мы получим великое дерзновение по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресно и во веки веков. Аминь.